В Ямальском районе трудовому воспитанию уделяется пристальное внимание. За первые два месяца лета 198 подростков, не покладая рук, трудились и получили заработную плату, которую каждый потратит как душе угодно. Одни копят на мечту, другие помогают родителям. Впереди еще один месяц кропотливой работы. После девятого класса на время летних каникул Виктория решила трудоустроиться, чтобы в будущем не напрягать родных. Проработав месяц июль, девушка остается на август. Сейчас пересменка. Все участники трудового лета сдают форму. Одни уйдут на заслуженные каникулы, на их места придут новые желающие поработать. Мы заканчиваем работу в этом месяце, и если мы хотим работать в августе, мы должны в центр занятости пойти и подать заявку заново. В моих целях тут работать, это очистить ярд, и плюс мне нужны деньги для поступления. Я хочу свое образование самостоятельно оплачивать. Друд вообще, в принципе, важен. Все профессии важны, все профессии нужны, как мы все с вами знаем. И, в принципе, как мы бы недооценивали работу обычных дворников, но это работа нужная. На август месяц планируется 95 детей, но это пока планируется. Но на Ярселе уже скажу точно. На Ярселе 19 детишек пойдет работать, в Сунайселе 6 детишек пойдет работать, в Сейхе 25 детишек пойдет работать. Всего по Ямальскому району за первые два месяца лета было задействовано 198 детей. В каждом поселении трудились по 20-25 подростков. Озеленение, ландшафтный дизайн, уборка территории, покраска деревьев и детских площадок, чипировка фонда библиотеки. Вот небольшой перечень работы, который, на первый взгляд, неприметен, но очень важен. Ну, например, мы с Каминой, да, мы с Каминой, там очень много бытового мусора, именно на стройплощадках еще где-нибудь, строительный мусор. Вот, ребята очень, ну, за прошлую неделю, например, это только вот машин без мешков собрали строительного и бытового мусора, только 7 машин больших, вот, кузовных. Что еще? Всю территорию нашу, допустим, здесь очистил полюс тоже самое, вместе также с трудовым десантом, то есть это экологическое волонтерство, тоже помогали, тоже чистили. Мы первую неделю убирали мусор по всему, собирали, а вторые две недели мы подкрашивали деревья и собирали мусор, а также ветки сухие подрезали. Будет вдохновляться в нас и выкидывать мусор в урну. У нас с удовольствием детки пошли в импульс работать, то есть это новое направление, причем детки работают у них как в Ярсале, так и в новом порту. Они помогают организовать какие-то мероприятия, то есть организации проведения мероприятий. И у детей есть возможность какой-то опыт перенять нового чего-то, да, и у работодателей, то есть они делятся своим опытом. Конечно, хорошо, и детям интересно, дети с удовольствием идут туда. Тот ребенок, который сегодня пошел убирать поселок, он завтра не пойдет и не кинет бумажку от мороженого уже на землю. Он подойдет в урну и положит ее туда, то есть сами понимаете, что... Ну и плюс еще, конечно, к тому, что дети не болтаются неизвестно где, они заняты, они под присмотром. Заявки на трудоустройство принимает Центр занятости населения. С каждым участником биржи труда заключается договор в соответствии со всеми требованиями трудового законодательства. На работу принимают ребят с 14 до 18 лет. Последняя смена трудового лета завершится к середине сентября.